21 сентября в Барнауле пройдет спортивно-патриотический фестиваль «Сила Духа Алтая». Его идея возникла не случайно, но подробнее об этом мы поговорим с гостями у нас в студии Надежда Юрченко, руководитель отдела маркетинга строительной компании «Мой дом» и Наталья Мжельская, заместитель председателя комиссии по молодежной политике, патриотическому воспитанию, физической культуре и спорту Общественной палаты Алтайского края. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть в нашей студии. И первый вопрос адресую вам. Почему? Потому что любые мероприятия, которые в Барнауле проводятся, любые события, они происходят не случайно, но это посвящено памяти человеку, которого многие знали. Да, на самом деле так и есть. Фестиваль уже проводится третий год, и он посвящен памяти Евгения Новикова. Многие знают, Евгений Александрович был заместителем председателя Общественной палаты, занимался очень плотно ветеранским движением. Он сам ветеран боевых действий в Афганистане, в Чечне и ряда других. Еще было спецоперации. Но, к сожалению, в 1922 году он отправился с гуманитарной миссией в Донецкую Народную Республику, и там произошел обстрел. Много было информации как раз на тот момент в СМИ. Мы его месяц искали. Он числился месяц без вести о пропавшем. И вот как раз тот момент, когда 17 августа, в день его рождения, прошли похороны, прошли прощания с ним в Барнауле, у нас и возникла такая идея. Я здесь хочу поблагодарить и выразить вообще слова благодарности Андрею Чебуркову, председателю нашей комиссии. Он поддержал меня здесь и сказал такую сакраментальную фразу, наверное, с которой все и началось. То есть героев надо не оплакивать, а героев надо славить. И вот давай сделаем то, чтобы память о нем жила вечно. И появилась идея вот именно такого фестиваля, где будет много спорта, где будет много патриотики, где будет много культуры. То, что любил Евгений Александрович, и то, за что он всегда родил, как говорится, и сердцем, и душой. Поэтому вот как раз с 22 года это все началось, и через месяц после рождения вот этой идеи мы провели первый фестиваль. Каким он был тогда? Сколько было участников? Я знаю, что сейчас их гораздо больше, но с чего начиналось именно тогда? Тогда мы насчитали примерно 1200 зрителей, участников. Он был довольно-таки масштабный. Самое, наверное, здесь и удивительное, и то, что в очень короткие сроки это все было сделано за три недели. Были найдены партнеры, были найдены участники, откликнулось очень много спортивных федераций, которые проводили открытые тренировки, проводили мастер-классы. Нашлись артисты, которые именно в данном направлении работают. И нашлись спортсмены, которые показывали свое мастерство уже в ринге непосредственно. Это бойцы кикбоксинга, бокса, ММА. Если говорить о самих площадках, которые будут работать, я знаю, что их очень много. Зрителям будет на что посмотреть, за кого поболеть. Давайте подробнее о программе. Да, программа вот как раз в этом году она расширена. Именно вот тех интерактивных площадок, которые начинают работать еще до официального, торжественного открытия самого фестиваля. И если раньше это были просто спортивные, чисто спортивные площадки, то в этом году мы добавили еще очень большую образовательную часть, информационную часть как раз. И у нас планируется выставка ретро-автомобилей, выставка оружия и документов, обмундирования солдат. Ну вот все, что связано с временем Великой Отечественной войны. Вплоть до уникальные документы, которые нашими поисковыми отрядами были собраны в своих экспедициях. Они тоже будут представлены. Далее мы тянем эту историческую ниточку, естественно, вот к современному периоду. И это все, что связано со специальной военной операцией. Как раз волонтерские организации и ветеранские организации, они будут представлять уже современное оружие. Это дроны, как они работают. То есть это все можно будет посмотреть, увидеть, как говорится, вживую. Помимо также там экипировки бойцов, которая в настоящее время используется. Это выставка единиц спецтехники МЧС. Также будет у нас. Это волонтеры-медики, которые будут проводить образовательные мастер-классы именно и для детей, и для взрослых, как оказывать первую медицинскую помощь. Это волонтеры, которые плетут маскировочные сети. Также будут мастер-классы представлены. Плюс еще площадка у нас будет и с VR-очками. То есть уже такие новые современные технологии. Также различные спортивные федерации, такие как художественная гимнастика, боевое самбо, карате, тхэквондо, стрельба из лука. Надежда, компания «Мой дом» уже не первый год поддерживает этот фестиваль. И на то есть, конечно, веские причины. Давайте напомним, почему. Ну, я хочу сказать еще такой важный момент, что мы очень рады становиться частью подобных мероприятий. И как мы с Натальей обсуждали, когда встречались и разговаривали про наше участие в целом, такие мероприятия могут быть организованы в том числе благодаря социально ответственному бизнесу, который непосредственно принимает участие в организации. То есть там как-то спонсорскими пакетами, возможно, еще что-то. То есть как-то помогает в организации. И мы, компания «Мой дом строительный», мы только часть всего того пула партнеров, благодаря которым становится возможным организовывать масштабными такие мероприятия. Они очень важны сейчас, очень важны в наше время, в текущее, и для города, для его жителей, для молодого поколения. Это очень важные такие мероприятия. Это один из факторов и одна из причин, по которой важно их поддерживать и по которой мы тоже являемся участниками. Вот это вот такой момент важный. И почему мы еще становимся участниками и поддерживаем такие мероприятия? Потому что спорт для нашей компании – это неотъемлемая уже часть ее жизни. И мы как внутрикорпоративно поддерживаем спортивную тематику, так и вовне. Это одна из ценностей, которая нас объединяет и по которой мы можем транслировать в общество и развивать ее. И любая возможность трансляции этой ценности, естественно, мы ее не упускаем. Правильно же я понимаю, что именно спортивную направленность вы внедряете в свои новые или уже существующие строительные проекты. В том числе, да. Это один из принципов. У нас есть всего шесть принципов компании, которыми она пользуется при реализации новых проектов. И вот один из принципов – это принцип социальной значимости. И в каждом проекте он как-то по-своему отражен. И то, что касается спорта, это как раз сейчас проектируется наш новый проект, нового бизнес-центра со спортивным уклоном. И в нем подразумевается этаж под фитнес и купол, пристроенный к самому зданию, который будет посвящен для занятий спортом молодых ребят, юношей, девушек и взрослых людей в том числе. Это и гимнастика, это и борьба как раз таки. И все это тоже как одной этой вот ниточкой, оно прослеживается везде. И мы планируем отдавать на безвозмездные часы занятий спорт для общественных, для детских организаций, для спортсменов. Вот как раз поддержка такого социально ответственного бизнеса и вообще, что когда партнеры объединяются в таких мероприятиях, и вот данный фестиваль, он может стать хорошим примером как раз государственно-частного партнерства. Вот она, общественная инициатива, она появилась. И здесь как со всех сторон ее поддержали, как государственные органы, да, власти, так и частные организации, бизнес-структуры, начиная от крупных промышленных предприятий, крупных строительных компаний, так и заканчивая мелким и средним предпринимательством. Потому что если посмотреть на весь пул как раз вот наших партнеров, то там вот можно встретить очень много направлений. И здесь как раз это те люди, которые схожи с нами по ценностям, в принципе, которыми они руководствуются не только в бизнесе, но и в жизни. И вот это, наверное, здесь дорогого стоит, что откликаются именно не просто неравнодушные, которые хотят там помочь, а именно с кем у нас еще совпадают вот эти ценностно-смысловые ориентиры и по жизни. Почему? Важно еще тоже поддерживать. Это же формирование общества, общество, для которого непосредственно бизнес и существует на самом деле. И это же принцип человекоцентризма. Когда ты работаешь и создаешь свой бизнес, какую-то ведешь деятельность, всегда думать о том, что это в первую очередь создано для человека. И то, что мы можем способствовать развитию общества, работать с детскими организациями в том числе, это потрясающе, потому что по факту то, что мы делаем, мы делаем для будущих поколений. Если мы с вами вернемся к фестивалю, как здорово, что его, конечно, так многие поддерживают. Он у нас с вами 21 сентября, где будет, знаю, что место традиционное и достаточно популярное среди отдыхающих, да, парк отель «Чайка». Когда, в какое время мы там собираемся? На протяжении ли всего дня будет праздник? Фестиваль, площадки фестиваля начнут работать с 11 утра. В 12.30 пройдет торжественное открытие фестиваля с приглашением и высокопоставленных лиц нашего, и города, и края, и всех гостей, всех партнеров, кто откликнулся, кто помогает нам уже не первые годы здесь. В час начнет работать полевая кухня, это тоже традиционный компонент, наверное, нашего фестиваля. И начнутся поединки и творческая программа. И примерно до 4 часов это все продлится. Про творческую программу совсем не поговорили, ведь тоже важно, кто выступит, потому что, может быть, еще и на артистов придут люди посмотреть, послушать. Творческая программа, она тоже в этом году интересна. У нас очень много выступающих, это ветераны боевых действий, которые сами пишут, сами пишут не только музыку, но и тексты. Будет наш уже хороший партнер и товарищ по многим проектам социальным, которые мы делаем в створе именно патриотического воспитания молодежи, Константин Гирш, будет Сергей Пантелеев, также работаем. И будет еще ряд именно, как сказать, артистов, вокалистов, да, которые тоже связаны непосредственно с боевыми действиями. То есть на своем опыте знают, что это такое. Плюс, конечно, детские коллективы очень будем рады видеть там. И сейчас как раз составляем программу. Это творческая семья, известная в нашем городе, Добрыня, Мальвина, Кириенко, которые тоже прославляют наш город и именно славятся тем, что они очень много исполняют патриотических песен. И вот когда такая музыка звучит из, как говорится, подрастающего поколения, когда видно, как они на сцене это все проживают, это тоже для меня всегда очень важно. Будет много мужских площадок традиционных, да, будет что и женской аудитории посмотреть, джампинг, йога, то есть разные направления фитнеса тоже очень интересны. Плюс для детей, когда они видят и выставки вот этих автомобилей, ретро и МЧС, очень хорошо нас в этом ключе поддерживают, когда выставляют свои единицы спецтехники, в том году они сорвали аншлаг. То есть вот как раз малыши, очень им нравится там все осматривать, все узнавать. Плюс еще вот и мастер-классы, где будет очень много всего, где можно занять ребенка именно с пользой. Что ж, девочки, спасибо за эту, да, интересную беседу. Я напомню, что сегодня в студии мы говорили про спортивно-патриотический фестиваль «Сила Духа Алтая», который состоится 21 сентября на территории парка отеля «Чайка». Продолжение следует...